Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Философское мнение, его ведущий я, Дмитрий Круглых. И сегодня мы с вами поговорим на такую тему, как то, что садовничий убивает науку и образование, и поговорим про такой предмет, который называется проектная деятельность, который я в свое время вел, и я немножко хочу вам про него рассказать. Итак, собственно говоря, почему я решил ополчиться на садовничего? Ну, во-первых, МГУ — это мой родной альбоматор, вот, поэтому мне, конечно, не все равно то, что там происходит. К садовничеву и до этого было много вопросов. Ну, здесь вот я со ссылкой на ТАСС. Значит, ТАСС приводит такую ссылку садовничего, то есть садовничий выступил на пленарном заседании COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике. Конгресс «Инновационная практика. Наука плюс бизнес». И он, вроде бы, по источнику ТАСС, я очень надеюсь, что садовничий эту фразу не говорил, или же цитата вырвана из контекста. Я очень на это надеюсь, да, потому что я сужу только по новости. Я пытался найти полное выступление, но я его так нигде и не нашел. «Необходим радикальный пересмотр учебного процесса, который сейчас идет с таких авторитарных и фронтальных форм, типа лекций, в сторону проектных и групповых форм. Это наша задача. В этих условиях особое значение приобретает педагогическая и методическая подготовка преподавателей, их переподготовка. Этому мы мало уделяли раньше времени». Ну и еще там он много-много всего говорил, и я тоже прокомментирую. Опять же, по ТАСС, может быть, он это ничего не говорил, и ТАСС все придумывает. Вот, поэтому я сужу только по этой статье, только по этим фрагментам. Значит, что вот из этой цитаты я могу для себя вынести, что садовничий предлагает отказаться от таких, да, собственно говоря, форматов, как, да, с таких авторитарных и фронтальных форм, типа лекций. И предлагает вести такую вещь, как проектная деятельность. Ну вот я уже долгое время наблюдаю, как у нас в вузах, по вузам идет такая чума, которая называется проектная деятельность. Предмет, на самом деле, надо сказать, что абсолютно бесполезный. Почему? Потому что, на самом деле, если у нас Министерство образования не в курсе, то у нас проектная деятельность, она есть. Она называется курсовая или дипломная работа. Это то, что касается гуманитарных предметов. Если мы говорим про технические предметы, то здесь будет все гораздо сложнее. И то, что, да, но никто не отказывается от того, что в вузе, смотрите, прежде чем подготавливать какую-то проектную деятельность, у нас так любят теперь, что каждый должен подготовить свой проект, какую-то инновацию внести и так далее. И при этом забывают, зачем вообще студенты пришли в университет. А студенты пришли получать знания. То есть, студент приходит получать знания, а тут получается такая интересная подмена понятий. Нам сразу же говорят, да, потому что я преподавал, например, проектную деятельность, когда первокурсникам. То есть, условно говоря, у них еще нет бэкграунда и знаний в их профессиональной сфере, но я их каким-то образом должен научить проектной деятельности. Извините, пожалуйста, если у нас образование теперь длится 4 года, да, ну, я сейчас не беру там архитекторов и врачей, вот, ну, вот в среднем образование, да, с 5 лет длится на 4 года, но на самом деле у нас разбили на 6 лет, просто добавили больше экзаменов. То есть, вот такое вот достаточно интересное издевательство над студентами. То есть, фактически, за 3 года вы должны обучиться всему тому, что должны были обучиться за 4 года, да, и последнее вам дается на экзамены, если вы хотите поступать дальше, и на защиту вашей дипломной и, соответственно, госэкзаменов. Госэкзамены – это вещь тоже достаточно сложная, серьезная, к ним надо готовиться. То есть, фактически, процесс образования сократили. И вместо того, чтобы говорить о реальных проблемах, да, которые есть в образовании, у нас начинаются вот эти вот танцы с бубнами. А вот давайте мы сделаем проектную деятельность. Ну, мне хочется прямо проматериться, но не буду этого делать. Вот, поэтому это достаточно тоже такая интересная составляющая, когда идет действительно профанация образования, имитация. То есть, вместо того, чтобы давать хороших лекторов, приглашать качественных лекторов, да, потому что даже в том же самом ГУ, ну, не все преподаватели, мягко говоря, скажем так, хорошо умеют читать лекции. Более того, да, вот эти вот проблемы в фундаментальности образования, они, конечно, видимо, переходят, да, в какую-то новую грань, достаточно интересную, потому что, а что мы называем вообще проектной деятельностью? Потому что человек, когда он выходит из университета, если он достаточно талантливый, он своими проектами вообще, значит, будет заниматься по жизни, да, вот в этой сфере. Потому что, смотрите, не всем нужно заниматься проектной деятельностью. Ну, вот, по большому счету, то есть, есть люди, которые выходят из университета, и им нужно, ну, скажем так, проектировать, да, клонировать то научное знание, которое есть. То есть, заниматься определенной преподавательской. Кто-то хочет заниматься наукой, научной сферой. И так далее. А вот это вот то, что один человек должен вот сейчас вот сходу быстренько придумать или создать обязательно какой-то групповой проект, что есть, вот, а мы сейчас должны научиться работать в команде. Ура, 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 потрясающе! Какая радость-то пришла! На самом деле, я расскажу большую страшную тайну, если Садов ничего не знает, то на самом деле студенты, они начинают работать в группе в сессии. То есть, так или иначе, ну, и в том числе, когда я учился в МГУ, были какие-то и групповые задания, да, то есть, когда давали там задания на всю группу, и их, соответственно, надо было сделать вместе. То есть, как бы это просто одна из методик. Но просто подменять понятия, ценности, подменять, условно говоря, метод и цель, да, то есть, то, что здесь происходит, да, самое главное, это фундаментальное образование. В лекциях ничего плохого нет. Это форма, которая никогда не будет устаревать. То есть, всегда были хорошие преподаватели, которые могли завлечь студентов, которые могли рассказать что-то, и на лекции которых действительно хотелось ходить. И всегда слушали их с большим воодушевлением, и всегда относились к этому с большим пиететом. И от того, что я не потратил в УЗИ время на проектную деятельность, это не значит, что у меня не было, да, вот какого-то опыта, и я не смог сделать канал. Ну, то есть, вот это вот удивительная, на самом деле, такая часть, да, если касается гуманитарных технических. То есть, смотрите, с одной стороны, все как бы хорошо. Я понимаю, в чем здесь, что вот технар, когда выходит из университета, он должен уметь презентовать себя, он должен уметь презентовать продукт и так далее. Но за этим есть риторика, деловые коммуникации и так далее. Научить проектной деятельности вообще нельзя. У нас вот это вот любят, и сейчас в последнее время у нас вообще есть такая ситуация. Более того, да, если мы говорим про зарплаты преподавателей, ну, поднимите вы зарплаты преподавателям, и жизнь, поверьте мне, у них хотя бы немножко станет легче. То есть, ненамного. Но, да, с теми требованиями, которые предъявляют университет, тем, которые предъявляет научное сообщество и так далее, потому что, ну, здесь тоже будет очень много проблем. Значит, значит, так, кроме того, добавил ректор МГУ, пандемия высветила и проблемные стороны высшего образования. Мы подчеркиваем, стало заметно, что хороших лекторов в российских вузах значительно меньше, чем казалось. И преподаватели иногда слабо владеют методикой выбора наиболее эффективных и действенных форм и методов обучения. Они всегда задумываются, как вовлечь и мотивировать студентов. Но здесь, на самом деле, действительно очень такая большая проблема, потому что, смотрите, хороший лектор есть, да, у нас с вами хороший лектор, и их на самом деле очень мало, потому что мало преподавателей, которые умеют нормально преподать информацию, умеют хорошо ее рассказать. Мне тут недавно антиток один попался, очень тоже интересный. Там, значит, Стоянов изображает, играет, да, преподавателя, который вот подходит к студенту, там, преподает то ли физику, то ли еще что-то, подбегает к студенту, вырывает у него телефон и начинает ему рассказывать. Он говорит, ну вот, знаний-то у вас мало и прочее, прочее, прочее. Вот знаний-то у вас мало, и вот вы все в телефонах своих, и все там в тиктоке пишут, о да, какой молодец-то, там, преподаватель такую важную вещь сказал. А мне вопрос, ну, куа, этот преподаватель тратит время по дисциплине на ненужные разговоры. Это вызывает, на самом деле, много-много вопросов. Дальше. Я не всегда уверен, что преподаватель должен быть таким клоуном, который... То есть у нас почему-то сейчас решили, что преподаватель должен устраивать тоже какие-то концерты, блески там и так далее, чтобы попытаться хоть как-то завлечь студентов. То есть действительно есть определенный контент, я вот рассказывал об этом в предыдущем видео, ссылку оставлю, да, где я рассуждаю на тему преподавателя контента. Но вот здесь тоже достаточно интересная будет ситуация, что преподаватель якобы должен вот как-то что-то придумывать, чтобы завлечь студента. Не должен. То есть преподаватель в ВУЗе этого не должен делать. Студент должен сам мотивироваться, а дальше уже, то есть это проблема к тому, что, например, нужна ли физкультура в ВУЗах или еще какие-то вот всякие, всякого рода предметы, да, программе, вот это вот задумайтесь, пожалуйста. Это все-таки тоже такая важная... Или, может быть, стипендии студентам поднять для того, чтобы они могли там фитнес себе позволить или еще что-то. Вот, то есть это тоже достаточно интересно. Да, потом он там стал говорить про гармонизацию обучения. Еще одна проблема, которую выявили, так, ну это здесь я, в принципе, согласен, да, то, что он говорит, что, о котором мы выявили, является вопрос здоровья. Обостряющиеся проблемы со здоровьем примерно 50% подчеркивают, что дистанционное обучение негативно сказалось на зрении, слухи, снижение двигательной активности. Все это ставит перед нами задачу, что надо продумать дальнейшие вопросы, гармонизации. Ну, здесь, да, в принципе, ничего плохого. Вот, и дальше, вот мне вот это вот просто очень сильно удивило. Ректор МГУ также отметил, что за период пандемии преподаватели и студенты российских вузов повысили свою цифровую грамотность, готовы работать дистанционно. Вузы, в свою очередь, определились с инфраструктурой, в образовательном процессе, с ресурсами, готовы вести работу в удаленном формате. У меня здесь вопрос. Вот это вот цифровая грамотность преподавателей. Здесь, на самом-то деле, у меня прям очень накипело и наболело, потому что n-ый процент преподавателей, например, я их просто знаю, которые не пользуются мобильным телефоном. Даже не пользуются кнопочным мобильным. Ну, вот кнопочный максимум у них есть. И это они преподают гуманитарные дисциплины. То есть они не могут, не умеют включать компьютер. И тут мы в это в пандемию, просто в пандемию, это выяснилось. То есть это не конкретно к МГУ какая-то претензия, а это вообще к вузам. То есть у нас оказалось, что у нас преподаватели и гуманитарных дисциплин в том числе, они не умеют включать компьютер. Они не умеют подключать камеру. И это тоже, на самом деле, такая вот проблема, как вообще, милые мои, досидели вообще со своими кандидатами наук, да, со своими кандидатскими степенями до такого вот... Потому что, смотрите, ну как бы вы кандидаты, это, конечно, классно. Но, в принципе, наука, она идет вперед. Выходят статьи на английском языке. Выходят книги на английском языке. Выходят книги на других языках, да, если вы специалист, можете быть в разных областях. Понятное дело, что лучшая специализированная литература, она чаще всего выходит на английском языке. И тут, конечно же, вот эта вот проблема получается, да, как преподаватель преподает какую-то дисциплину, когда, в принципе, он не имеет возможности выхода, доступа к даже просто иностранной литературе. Вот. Поэтому вот это вот такая пугающая тенденция. И для меня она в первую очередь пугающая, то, что Садовничий здесь решил подменять понятия, как я уже сказал, цели и инструменты. Вот. Я все-таки... Потому что у меня на канале тоже всегда вопрос. А вот что мне делать? Развлекательный контент, да, который больше лайков соберет? Или какие-то лекции? Я от формата лекций, я от них никогда не откажусь, потому что это то, потому что и преподаватель к ним тоже готовится. Да, просто когда преподаватель готовится к лекциям, он еще раз перебирает эту информацию. Он ее как бы пересматривает. И, да, вот у меня тоже ролики выходили про Афалеса. Я пока не знаю, что делать. Я на самом деле в ужасе. Вот. Потому что сейчас вроде как, да, я отснял уже передачу там про Афалеса, про вот этих. А сейчас у меня открылись еще новые информации. Я уже готов там поделиться. Вот. Поэтому, ну, это уже в другом формате. То есть я, да, там перевожу в Telegram канал. Вот. Поэтому в Telegram каналах там исключительно новая информация. Тоже какие-то лекции дают. То есть я понимаю, что у меня на канале есть, условно говоря, базис. И вот уже будут определенные надстройки. Вот. Поэтому, дорогие друзья, вот пока у нас образование такое. И я собираюсь, да, давать и делать вот такой вот контент образовательный. То есть это, мне кажется, это очень-очень важно. Вот. Жаль, что МГУ, они, кстати, пытаются тоже делать такие вот открытые лекции. Ну, получается, так себе. Более того, там МГУ пытался выходить в TikTok. Вот. Господи, лучше бы они этого не делали. Вот. Потому что это было прям очень-очень плохо. И провал по всем фронтам. Кстати, напишите в комментариях, хотите ли, чтобы я разобрал TikTok МГУ. Потому что это прям очень интересно. Это прям, вот. Но, может быть, на моем канале этого делать не стоит. Вот. А вы подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Если хотите, чтобы я продолжал работать, развиваться в этом направлении, донатьте. Мне очень нужны донаты. Вы даже не представляете, как. Потому что студия, все остальное, это стоит денег. Пожалуйста. Я вас очень крепко прошу. Ну, и до новых встреч. Увидимся на нашем канале. Увидимся на мой канале. Продолжение следует...